Здравствуйте! Сегодня мы попробуем слепить цацан. Покажем чисто технологию без всяких освещений и так далее. То есть как непосредственно производится вот эти вот наши замечательные социан в наших современных условиях. Начнем мы с производства вот такой вот ступы. Для этого нам потребуется форма, глина, освещенный рис, масло для смазывания формы, шпатели для снятия излишней глины, вот такой вот стоматологический шпатель для очистки формы и небольшой марлевый вилатный тампончик для того, чтобы снимать излишне масло. Начинаем мы с того, что осматриваем форму на предмет каких-то загрязнений и ее немножечко чистим, чтобы удалить загрязнение, которое будет потом у нас откладываться непосредственно на цацан. После этого, после того как мы ее очистили, ну эта форма достаточно чистая, потому как относимся мы к ней аккуратно, мы промазываем внутреннюю часть формы таким вот образом. Когда мы ее промазываем первый раз, у нас вот здесь вот в хвостике может залиться излишек масла, и тогда глина будет слишком рыхлая и может либо остаться в форме, либо смазаться вот эта часть. Для этого вот этот вот кончик мы берем наш тампон и вот таким вот нехитрым образом промакиваем излишек масла. Для того, чтобы у нас впоследствии вот эта вот форма легко вышла, нам особое внимание нужно уделить на промазывание края нашей формы. Вот таким вот образом мы это делаем. После этого позу мы подготовили. Теперь нам нужно сделать заготовку глины. Мы сделали вот такую вот свеколку, которую вставляем в форму, немножечко-немножечко прижимаем и дальше начинаем заполнять глиной. Здесь важно не прилагать усилия, не вдавливать зелину, а именно ее вбивать. Для этого у нас есть вот такая вот замечательная, по-русски называется тюлька, обробок соснового бруса, об котором мы обстукиваем форму. Видите, глина, излишек глины, он легко отрывается и впоследствии мы его будем использовать в других царствах. После того, как мы немножко оббили форму, вы чувствуете, что глина села, мы берем шпатель и по краю обрезаем глину. Обрезаем излишек глины. То, что это все так вот немножко неказисто и некрасиво, на это мы не обращаем внимания. После этого мы формируем вот такое вот донышко. Вот таким вот способом. Очень немножечко пальчиками его выводим. Здесь нужно поймать некий размер для того, чтобы все ступы после этого имели более-менее одинаковую высоту. Вот таким вот образом мы донышко выравниваем и продолжаем его выводить. После этого, когда форма забита, мы берем либо палочку для поедания суши, либо вот такой вот гвоздик. И делаем здесь углубление в центре для закладки освещенного риса для того, чтобы дать жизнь нашему отца. Сделали вот такое углубление и закладываем три зернышка риса. После этого берем немножко глины, раскатываем ее и закрываем это отверстие. Вот видите, отверстие теперь у нас запечатано. После этого мы извлекаем форму из ступы. Для этого краешек мы очень аккуратно вот так вот подламываем. Чуть-чуть как появилась трещина, значит все, уже процесс пошел, что называется. И по всему периметру вот так вот мы обжимаем ее. Вот у нас по всему периметру прошла трещина. После этого мы достаточно легко переворачиваем ступу на руку. Вот эта рука у нас является опором, а вот этой мы аккуратно вверх снимаем. И получаем вот эту замечательную ступу. Сейчас она влажная, нам нужно, чтобы она обсохла. Вот, через какое-то время она обсохнет. Видите, насколько она уменьшится в форме после обсыхания. И мы ее пока ставим недалеко, с тем, чтобы она могла высохнуть. Следующая ступа, больше для мальчиков, потому как форма достаточно тяжелая. И нужны, нужны большие, большой размер кисти. Это Цаца, Бор Варен Кочи, Татна Сапхалы. Точно так же мы ее берем и промазываем. Обязательно хорошо промазываем края, для того, чтобы вышла легко потом форма. В наиболее больших углублениях, да, вот лицо, здесь, лицо уроков Масадхавы, да, здесь опять же у нас скапливается масло, которое мы точно так же тампончиком аккуратно промакиваем. Промазываем полностью форму, хорошо промазываем, но без излишка. Если будет излишек масла, да, то у вас смажутся детали и не будет видно каких-то деталей, да. После этого берем опять же кусок глины, у нас уже подготовлена глина, замес мы произвели, добавили туда освещенные субстанции, то есть это земля с различных священных мест Тибета, из Маратики, из горы Кайлаш. Песок с мандал очень хорошо добавлять, какие-то реликвии может быть. У нас здесь замешана земля с холма Манджушри, с пещеры Мандаравы, с горы Кайлаш, с южного Ташигара, с песок с мандалой Зеленой Тары, песок с мандалой Будды Медицины. Вот. И все это сюда замешиваем. Мы хорошенечко отбиваем, чтобы не было у нас внутри полости этого кунглины. Вот таким образом. Печатаем его и начинаем отбивать. Куинь! Продолжение следует... 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 И выпечу. Вот такой вот у нас перма на голодный год резервушка риса. Точно так же мы вскрываем эту форму. По контуру ее обжимаем, а очень аккуратно, без лишних усилий и извлекаем ее. Расставляем и получаем вот такой вот замечательный сацан. Конечно же до начала практики мы обязательно делаем гуру-йогу, сращиваем мотивацию, с какой целью мы делаем с отца. На благо всех живых существ, как это очевидно. Во время практики мы опять же прибываем в гуру-йоге, читаем соответствующую мантру, которую мы здесь не озвучиваем по понятным причинам. И, соответственно, закончив практику, мы накапливаем какие-то заслуги, сделав священные изображения, от вида которых или от нахождения рядом с которыми живые существа обретают очень много блага. Когда возможность перерождения там, где существует учение, возможность жить долго и счастливо там, где практикуется учение, мы накапливаем какое-то количество заслуг. И по окончании практики, соответственно, мы их посвящаем на благо всех живых существ. Вот, в общем-то, и все.